это страна вихляндия калужская область город козельск это съемки я веду сверху крыши дома ну и так как мы сейчас срезаем леса я хочу немножечко с близка показать как выглядит эта крыша сверху вот это у нас вот такая техно крыша здесь находятся такие механизмы и на ней на крыше находятся такие куранты все давно я хотел сделать куранты но опять видите нифига себя не получается не снять ничего получается такая улитка время ползет медленно и поэтому очень много мы успеваем сделать потому что у нас время тормозится и освоили кукушка кукукает когда надо на обед идти когда идти на работу и конец рабочей дня вот такие груза у нас здесь и и грибы это галисогенные такие растут ну мы их не едим у нас и так в башке бардак вот смотрите из желтенькие такие какие лисички находятся ну вот смотрите и самоварчики на крыше и он там другая кукушка бетонная и железная то есть ну все что у нас есть мы на эту крышу зафигачили то есть вот там один фильм есть как с одной стороны крыши ну может я их соединю в один фильм ну как бы покажу сейчас я вам показывают как бы два фильма ну вот видите это труба с топки здесь находится баня баня деревянная и вот очень получилось нами совместить дерево с бетоном и вот такая как бы бетонные бетонный бетонное строение будем дом поглотил деревянный дом а это выходит труба с парилки и там черт с рогами парит и жарит грешников то есть такая вот банька ну многие говорят как это так кощунство тут и типа как можно там можно взял да сделал меня как бы к этому по другому отношусь а другие возводят а в грань чистым быть это прямо как в храм ходить ну помылся это помылся а чё там черт он добрый черт с рогами правда и веничком парит и и ну там же жар это же как бы у черт любит когда тепло ну такая вот топка в сал не надо как-нибудь показателем уже соберу фильм покажу что и внутри сейчас я просто снимаю на высоте посмотрите мне надо пройти сюда потихонечку вот смотрите вот так выглядит конек смотрите какой конек интересный в чем он интересный сейчас я стану чтобы не навернуться в том что считайте вот он тонну весом где тот тонну весом это все на деревянной крыши вот каким-то образом надо было разнести эти нагрузки вот они на растяжку сделаны здесь смотрите подпоры такие там трубами сделаны ну пока крыша держится смотрите вон вот там видно бетонные там трубы стоят они как бы разносят нагрузкой от бетоном вот эти вот конструкции вот эти коньки но здесь как бы перегруз конечно небольшой ну я думаю что он держится за счет вот этой башни и держит от конек как бы на весу но такие вот такая как бы немножко рисковая конструкция ну посмотрим что с этого получается не разрешает здесь рисковать ну балки здесь могут посчитайте сколько балки стропила деревянно могут выдержать от конек вот конек давайте тону ну давайте 500 600 килограмм он держится 560 500 килограмм на метр получается по сто килограмм ну 100 килограмм 5 человек крышу надеюсь выдержит ну и у нас вот этот просто вот топор где находится здесь здесь подпорные они сейчас нагрузки снимает то есть нагрузка получается вот здесь а вот на конке вот такая вот работа вот смотрите тот конек он тоже тяжелый но как говорится там внизу посмотрите вот этот угол он железобетонный и он это подпирает там трубами подпирается плюс бетоном подпирает вот этот конек и как бы как бы он потому что под этим коньком находится деревянные стены то есть нагрузка держится на вот этих железобетонных столбах это мармировка идет и укрепление стену сейчас покажу вам саму вот эту крышу может отсюда ракурс удобный папа получше снимать смотрите вот такие вот часы надо мне держаться то что тяжело равновесие держать о 0 как 100 вот станут смотрите вот такая ну небо снимать сложно как бы градуса такой вот такая улитка и посчитайте какая высота это дом давайте 3 метра 3 метра и 3 сколько раз два три 9 10 метров и еще 3 13 и еще 3 ну получается посчитать сложно 16 17 метров высоты это здание ну примерно это не мерили можно да подумать померить для наших зрителей вот это помещение ну как бы получается раз два три четыре этажа вот смотрите этот дом виде тоже четыре этажа посмотрите вот раз два три четыре это четыре этажа ну вот там башни камины тут рядом находится дом страны веклянде и он первый дом который деревянный с него начинала строительство то есть ну скоро может мы его тоже демонтаж сделаем и и в этом дом будет строиться там корни растут и вырастет новый домик небольшой уже как бы царь веклянде не хочет в таком большом доме живет сделаем не что-то маленькое и вот мы по веткам потом будем в этот дом заходить в баню в сауну и ментами сауна там душевая у нее есть и в кинозал то есть вот такая есть задумка сделаем там дом как бы в два этажа там полтора этажа там будет подвал и там винные погреба там самогонка то есть учета такое у нее хочет там чтобы у них были запасы и такой домик ну это отдельные эскизы если забирать я буду фильм уж я ставлю сюда эскизы ну пока просто съемка идет вот смотрите с этого ракурса идет вот такой вид он там туалет а там летающие тарелки гоблинский туалет ну и смотрите вот золотоносная шахта бинга откуда деньги да он золото он добывает и семья колесников уже 12 лет корячится в этой золотоносной шахте а это у него вот такая беседка вот с нее начиналось строительство ну там речка суда идет и не за вы смотрите кукушка которая как бы следит за временем и вот эта улитка это куранты они если присмотреться часы медленно медленно идут и рабочий день длинный длинный может столько за день сделать чтобы были как не знаешь когда он сока закончится этот день то есть он и там и всевозможные эти он как бы вещи антикварные то есть самоварчики у них валяется дофига их послом бетонировал раз-два там стой стороны 3 и как бы на том доме смыть тоже самовары он любит коллекционировать это старые вещи и вот мы как бы их пытаемся пристроить а там посмотрите уже далеко тоже вот это всю всю площадку отдали под строительство парка то есть не знаю сколько надо прожить надо еще сто лет прожить чтоб это забитонировал вот месяц идет 40 тонн цемента и посчитайте сколько песка ну 40 на 3 120 там плюс отсеется 150 тонн в месяц вот 150 получается за за год шину за год 150 умножьте на 5 это 700 тонн до 1000 плюс щебенка 1000 тонн на 10 10000 тонн строительных материалов идет на такой вот проект ну ведь и деревья там очень красивое место может мы там скоро крепость начнем делать и дракона задумок задумок много ну это как бы отдельный фильм будет данном случае вот я пытаюсь вам показать как крыша выглядит отсюда вот со стороны крыши вот уже сколько два месяца на простояла все вот я потихонечку пытаюсь добраться как я сюда попал сам даже не понимаю ну вот на ротах я шел 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 здесь вот грибы вот смотрите какой слон у нас интересно тоже за мной подглядывает там альпийская горка и вот такая вот как бы это же грибы и светильники а у нас соседи там куры ходят а у нас куры не ходят хотя есть курятник ну что-то хозяин курятники любит а курей кормить не любит а он судить какой джип у хозяина это его джип золотая буханка называется смотрите вот на ней он ездит туда куда нельзя никому проехать мне еще есть такой домик который делает там в лесу туда невозможно ни на чем проехать то есть нереальное место муж когда-то я сниму фильм про лесную заимку которая тоже царю хрянди делает себе на старость но он там дом будет деревянный ну может это камина что там уж темы по форме ну пока до этого руки не доходят но такой красивый поселок город хозяйск смотрите вон там и церкви очень много здесь и оптина пустыну очень как бы историческое место она 1400 с чем-то лет ему как бы говоря даже старше москвы насколько это правда я не знаю ну вот такой вот интересный у нас поселок здесь еще есть парк три богатыря его делал там сколько там 12 лет назад и потом я вот перешел сюда на этот объект и вот уже 12 лет мы продолжаем работу по оформлению страны вот такой вот фильм я вам показал а сейчас я буду пытаться перелезть назад как я сюда попал вот смотрите такие механизмы часы и гири все это вот рабочие и вот эти смотрите какие чтобы механизмы работали на таких цепях все это тянется ну и и стрелки потом тоже крутится